Итак, отвечаю на вопрос от Сергея Красникова о том, как Ornatrix волосы конвертировать в синьковские волосы, то есть в виде сплайнов. То есть задача получить из Ornatrix сплайны. Я с волосами в Cinema 4D не работал стандартными, работу сразу начал с Ornatrix, поэтому я просто покажу, как конвертировать сплайны, а дальше уже, надеюсь, вы знаете, что делать. То есть задача получить сплайны, и не у многих это получается, поэтому начнем демонстрацию создания этих сплайнов из волос Ornatrix. И еще один момент, о котором я хотел сказать. Тут Сергей написал о проблемах производительности или чего-то. Если у вас возникают какие-то баги или что-то, и вы хотите, чтобы разработчики вам помогли в этом, нужно записать видео и отправить или мне в группу в Ornatrix, или самому создателю. Здесь есть в самой группе, если вот обратите внимание, Марсель и здесь его есть почта. Можете туда отправлять баги или на форум фейсбука, или на 3D Max и так далее. Тут есть, я еще добавлю Cinema 4D группу, она недавно просто появилась и я ее не успел добавить. То есть здесь вот будет ссылка, тоже там, где можно писать о багах. Но, если вы боитесь английского языка, пишите сюда. Вопрос-ответ просто задавайте и показывайте, демонстрируйте, что у вас не получается. Так, продолжим. Открываем Cinema 4D, а в Cinema, как обычно, создаем AdHair, 4Ball. Я на примере простого фортбола буду показывать. Здесь все, что после EditGuides, оно не важно, поэтому можно удалить, это вам не нужно. То есть у вас есть вот такие гиды, допустим вы их как-то там причесали. Назначили, например, не знаю там, Curl, какой-нибудь. Какой-то такой, например. И еще что-нибудь там, Freeze, например. То есть тут пожелание, чтобы вы не назначали, или там Surface, Clump, Lens и так далее. То есть, допустим, Lens Randomize. Вот. И теперь задача конвертировать это все дело в сплайны в Cinema 4D. В Ornatrix есть специальный плагин, то есть после Lens еще назначаем, на всякий случай, еще один EditGuides, чтобы он сохранил все изменения, которые вы применили. Затем идем в меню Ornatrix и здесь выбираем Curves from Strands. У вас конвертируется уже в Кривые и теперь достаточно нажать Export Spline. Все. 4Ball можно удалить и у вас будут кривые 4Ball из Curves. То есть обычно кривые, которые есть в Cinema, которые можно редактировать точки, как хотите. Вот. Дальше уже работа с самими кривыми. Тут я думаю, вы знаете, как с ними работать. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.